Добрый вечер! Вы на Щелковском. Это программа «Диалог» в прямом эфире. И как всегда позвонить к нам в студию можно по телефону 71440, 71450 и задать вопросы. Наши сегодняшние гости – это директор Щелковского центра занятости населения Елена Кулехина. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Елена Владимировна, я благодарю вас, что пришли. Тема топовая, тема очень популярная – это собственное трудоустройство. Центр занятости населения занимается сегодня очень важным моментом, очень важным вопросом. Вы помогаете людям найти работу. А возникает вопрос, как так получилось, что в нашем округе появился этот центр? В каком году и, может быть, немного об истории расскажете? Спасибо, Лилия, во-первых, за приглашение на телевидение. Во-вторых, я у вас не первый раз на телевидении и каждый раз рассказываю о том, какие услуги мы предоставляем, чем можем помочь людям. Но все равно знаю, что немного жителей нашего городского округа знают о наших услугах. Хочу короткую справочку такую предоставить, что служба занятости в России была организована в 1991 году. В самые сложные времена был принят закон о занятости населения в Российской Федерации. Знаете сами, что предприятия закрывались, люди оставались без работы. И для того, чтобы помочь как-то вот этой массе людей, были созданы центры занятости населения по всей России. Надо сказать, что за основу, так как это мероприятие было новое для нашей страны, были приняты европейские модели. В то время, когда начала работать служба занятости, у нас закон был написан таким образом, что люди хорошо были защищены от безработицы. Ну, простой пример. Если человек терял работу, то он в течение трех месяцев мог получать 75% от его заработка. Если он в течение этих трех месяцев не нашел работу, 60% 4 месяца и 5 месяцев 45%. И это было неплохое подспорье для семей, члены которых остались без работы. Но, к сожалению, со временем, с годами эта система поменялась. Изменился несколько закон о занятости. Эта система не прижилась, поскольку она была очень сложная и мало возможности было ее профинансировать. Людей безработных было много, денег требовалось много, поэтому постепенно ушли от так называемого фонда занятости, который создавался предприятиями и который именно и обуславливал возможность выплаты пособия. И наша структура перешла в федеральное подчинение. Потом произошли еще изменения. И в 2006 году структура стала областной. С тех пор центры занятости подчиняются правительству Московской области, а именно Министерству социального развития Московской области. И пособия, уж раз я об этом сказала, сейчас в законе написано 75% от заработка, но не выше максимального пособия в Российской Федерации. Для справки скажу, что на сегодняшний день это 8 тысяч рублей для граждан. И минимальное пособие – полторы тысячи рублей в месяц. Исключение составляют граждане так называемого предпенсионного возраста, о которых, я надеюсь, мы поговорим. У них сейчас пособие составляет 11 280 рублей. Это некая социальная поддержка государства в изменяющихся реалиях. То есть, если я правильно вас поняла, человек, который по какой-то причине лишился работы или не может ее найти, он имеет право обратиться за пособием? Да, да, вы правильно поняли. Он может прийти к нам, встать на учет в качестве безработного гражданина, и мы ему назначим пособие. Причем независимо от того, по какой причине его уволили, по сокращению штатов или по собственному желанию он ушел. Единственное условие, что если человек уволился с предприятия, и за последний год перед тем, как обратиться к нам, он не меньше полугода проработал, то у него будет максимальное пособие – 8 тысяч рублей. Если меньше полугода или длительно не работал, то он получит минимальное пособие. Причем максимальное пособие сейчас платится 6 месяцев, а минимальное – 3. – Ситуация, как сегодня обстоит вообще с трудоспособностью, с рабочими местами в городе, в нашем округе, и сколько людей сегодня состоят на учете? – Ситуация у нас из года в год более-менее стабильная. Если говорить о всей России, то Московская область в лидерах по наименьшему уровню безработицы – это примерно полпроцента от экономически активного населения. Это небольшая цифра. Но если говорить о судьбе каждого человека, конечно, если она затрагивает человека потери работы, то это, конечно, в любом случае трагедия. Но на сегодня несколько статистических цифр я проведу. На 1 марта у нас на учете состояло 646 человек безработных. Я имею в виду безработные как нашего городского округа, так и те территории, которые обслуживает Щелковский центр занятости. Потому что мы работаем не только в Щелково, но и обслуживаем население городского округа Лосино-Петровский и Звездный городок. Вот на сегодня 646 человек у нас безработных. Если говорить о некой структуре этих безработицы, то порядка 400 человек – это те люди, которые ушли по собственному желанию и решили просто поменять работу, может быть, или найти новую. Порядка 100 человек – это уволены с предприятий по ликвидации или сокращению штата. 88 человек уволены по соглашению сторон. Ну и другие основания всякие бывают, люди уходят. Ну, надо сказать, что большинство безработных – это женщины. Больше 400 человек – это женщины. Если в процентах, то 64% – женщины безработные. Если говорить о такой категории, как люди молодого возраста, 16-29 лет, то таких у нас сейчас на учете 99 человек. То есть молодежь тоже приходит к нам, ищет работу и активно пользуется нашими услугами. Также довольно большой процент, а это больше 20%, это люди так называемого предпенсионного возраста. Ну, я уже сказала о том, что сейчас государство с прошлого года стало выплачивать повышенное пособие по безработице гражданам предпенсионного возраста. Они услышали об этом, и люди пришли к нам. Ну, потеряв работу в какой-то ситуации, люди обращаются к нам за этими услугами и встают на учет. Есть у нас дети-сироты, кстати, которые по закону о занятости получают пособие не 8 тысяч, как все остальные, а среднюю зарплату по Московской области. На сегодняшний день это 62 тысячи рублей. И это их пособие в месяц. Они могут его получать не больше полугода, и причем если они обратились первый раз в службу занятости, впервые ищущие работу. Есть и такие у нас ребята. На сегодня у нас вот 3 человека из числа сирот стоят на учете. Есть граждане с инвалидностью, 55 человек. Кстати, хочу сразу сказать, что у нас есть специальная программа, вернее закон Московской области о квотировании рабочих мест для инвалидов. По этому закону предприятие обязано создавать рабочие места именно для инвалидов. На сегодня у нас таких 109 рабочих мест. Но 55 инвалидов из 109 мест, это не значит, что на каждого инвалида приходится 2 рабочих места. Просто у каждого человека может быть своя профессия, своя специальность, свои требования к работе. Поэтому не всегда удается на квотированные рабочие места трудоустроить конкретного гражданина с ограничениями здоровья. Поэтому вот такая ситуация, они у нас стоят на учете. Если говорить о вакансиях, то у нас их более 900 вакансий. Поэтому вроде бы кажется тоже все хорошо. Безработных меньше, вакансий больше. Но опять-таки тут играет роль спроса и предложения, так называемой рабочей силы. Потому что если у нас больше 60% безработных имеют высшее образование, и 40% среднее или начальное, или среднее образование, то в вакансиях строго наоборот. 80% это рабочие профессии к 60 тем, которые у нас с высшим образованием. И только 20% это вакансии для служащих. И если учесть то, что у нас не очень высокие зарплаты в районе, что уж тут говорить, и вакансии с не очень большим заработком, то, конечно, народ, который выбирает вакансии, не всегда сразу может выбрать свою вакансию. Но вот для этого служба занятости существует, чтобы встретились работодатели и работник, чтобы они могли поговорить, обсудить и прийти к какому-то консенсусу и постараться найти работу. Вот вы говорите, да, людей с высшим образованием, их, видимо, наверное, больше, да, я понимаю так. И люди делали ставку, видимо, на высшее образование, когда они его получали, шли и развивались. Но вдруг такая ситуация. Ну, либо предприятие ликвидирует, либо человек ушел по каким-то причинам. И он занимал серьезный пост, он занимал какую-то определенную позицию, он получал определенные деньги. И вдруг, ну, лишается работы. Он приходит к вам. Дальше что происходит? Вы понимаете, да, у вас же лежит его резюме, да, что-то такое. Вы же понимаете, что человек столько-то получал, занимал пост и так далее. И есть понимание, что, ну, вы не сможете ему предоставить. Или наоборот, вы максимально сделаете все, чтобы ему было предоставлено, ну, место не хуже, да. И сколько попыток тогда человек может предпринять, вот, опять же, если он пытается найти работу, ну, по крайней мере, не сильно, так сказать. Отвечающуюся от предыдущей. Конечно, тяжело терять работу, особенно высокооплачиваемая. И тяжело обращаться в центр занятости. Я очень многих людей понимаю, которые просто-напросто стесняются к нам приходить. Поэтому и случаи такие, нередкие, к сожалению. Такие люди, во-первых, нацелены найти работу не хуже. И это уже большой стимул для них. Во-вторых, мы предпередим все возможные попытки, чтобы ему помочь. Потому что мы обязательно учитываем его и предыдущий опыт, и статус, и ту профессию, которую он, специальность, которую он имеет, и ту должность, которую он занимал. Все это учитывается. Однако по определенным критериям закона о занятости ситуация складывается таким образом, что мы можем человеку, мы стараемся ему найти работу не менее денежную, но однако же по закону можем предложить другие вакансии, менее оплачиваемые, но положенные ему по закону. Вот на сегодня у нас минимум, это прожиточный минимум по Московской области. Меньше мы не можем предложить, а больше уже можем предложить человеку, которому в силу обстоятельств мы не можем предложить высокооплачиваемую работу. Поэтому мы здесь с людьми работаем индивидуально, причем с каждым из них. У нас проходят и семинары по психологической поддержке, по социальной адаптации. Мы заново пытаемся человеку помочь себя пересмотреть свои возможности, свои условия, где он может работать. То есть индивидуальный подход к каждому человеку. Но в то же время не снимаем со счетов те моменты, когда человек сам должен активно заниматься поиском работы. Мы ему предлагаем некий набор услуг. Сейчас основной упор на самого человека, как он активно будет искать работу. А мы ему в этом, конечно, будем помогать всеми возможными способами. И у нас такие есть. Предположим, если человек не смог найти работу по специальности, мы можем ему предложить пройти курсы переподготовки. Причем за счет бюджета Московской области. То есть для него это будет, во-первых, бесплатно. Во-вторых, во время учебы он будет получать стипендию в размере пособия. И такими курсами у нас пользуются очень многие люди. Но если говорить о том, что у нас 600 человек стоит на учете, в этом году мы порядка 200 человек сможем переобучить. Эта услуга у нас очень востребованная. И люди ей пользуются. Мы учим не только поваров, кондитеров, слесарей или цветоводов. Мы учим и руководителей направлений. Учим ведущих менеджеров. То есть мы учим на те профессии, которые у людей востребованы. Единственная проблема в этом в том, что для того, чтобы начать обучение, мы должны провести конкурсные процедуры и выбрать учебное заведение. Таков у нас есть федеральный закон 44 ФЗ, который называется. Это контрактная система закупок. И по ней мы должны выбрать учебное заведение. Это, к сожалению, занимает у нас некоторое время. Но в любом случае мы всегда прислушиваемся к тем потребностям, которые есть у людей. И этим занимаемся. Человек, который хочет обратиться в центр занятости, какие документы ему нужно подготовить, чтобы к вам прийти? Что, собственно, требуется от него? Если человек хочет просто прийти и поискать работу, достаточно иметь при себе паспорт. Он предъявляет паспорт, и диспетчер ему помогает разобраться с нашим банком вакансии, ознакомит его с теми профессиями, которые сейчас востребованы и которые сейчас вакансии у нас есть. Сделать распечатку со всеми координатами и с телефонами работодателя. Если человек пришел к нам с целью встать на учет в качестве безработного и искать с нашей помощью работу, то он должен принести паспорт, трудовую книжку, обязательно документ об образовании или квалификации и справку с последнего места работы за последние полные три месяца. Эта справка, прошу не путать телезрителей, не два НДФЛ, а справка специальная, которая есть на нашем сайте. Наш сайт так и называется щелковскийцентрзанятости.рф по-русски. Можно взять справку с сайта, можно взять справку у нас, у диспетчера, и эту справку бухгалтерия с того места работы, откуда человек уволился, заполнит. Эта справка о последних полных три месяца работы и о зарплате. Она нужна для того, чтобы мы как раз и подбирали человеку работу по его уровню зарплаты и квалификации. И просим также принести сразу человеку счет Сбербанка или другого банка для того, чтобы перечислять пособие и СНИЛС, потому что время безработицы входит в общий стаж при назначении пенсии. Говорили мы о вакансиях. Понятно, связь ваша с человеком, который ищет работу. А с работодателем? Как вы понимаете, какие предприятия предоставляют вакансии и так далее? Как вот эта другая сторона медали у вас работает? У нас есть специалист по вакансиям. Она имеет тесную связь со всеми работодателями не только нашего района, но и тех предприятий, которые к нам обращаются, включая и московские, и даже иногородние предприятия, вплоть до Сахалинской области. У нас есть тесная связь с работодателями. Мы давно сотрудничаем с предприятиями и всегда привлекаем новые предприятия. Кстати, сказать по закону о занятости, работодатель обязан предоставлять все вакантные места в центр занятости. И ежемесячно причем. Или предоставлять информацию об отсутствии таких мест. Как интересно. Но, к сожалению, не очень, я хочу сказать, работает эта статья закона, потому что нет контролирующих органов, которые за этим следят. Если за квотами следит у нас много структур, включая прокуратуру, то вот за этим делом мало кто следит, вернее, даже сказать, никто не следит. Поэтому работодатели не очень знают эту статью закона, хотя мы говорим всем об этом, и я пользуюсь случаем, опять об этом говорю. Ну, в любом случае, работодатели с нами работают тесно. Другое дело, некоторые обиды на нас есть. И опять-таки, это такие вот тонкости закона о занятости, может быть, какие-нибудь отрицательные стороны. Потому что человек, который берет направление на работу и идет работать, не всегда доходит до работодателя. Или приходит и говорит, подпишите мне, пожалуйста, отказ, что вы меня берете, я не могу у вас работать. Вот такие моменты приносят отрицательный стимул для того, чтобы работодатели не очень стремились к нам со своими вакансиями. Но, с другой стороны, я хочу сказать, что все равно мы работаем плотно с работодателями, проводим ярмарки, вакансии специально для того, чтобы не мы, как посредники, а работодатель напрямую пообщался с людьми и предложил им свои вакансии. И в любом случае у нас работа эффективная. И я хочу сказать, что работодатели очень ответственно в большинстве своем относятся к нашей совместной работе и предоставляют нам вакансии. Другое дело, что, может быть, они немножко лукавят, и не все вакансии, особенно высокооплачиваемые, предоставляют нам. Но хочу сказать, что у нас работает очень хороший сайт в России. Он называется «Работа в России» или «Труд всем», если латинскими буквами говорить. Так вот, на этом сайте работодатели даже без посредничества центров занятости могут разместить все свои вакансии. Сейчас они пользуются этим активно. У нас много сайтов, вы знаете, и «Хэндхандеры», и «Джопмо», и люди, в первую очередь, туда стремятся, и какие-то местные сайты образуются. Но этот сайт отличается тем, что мы несем ответственность за эти вакансии, размещенные на этом портале «Работа в России», модерируем вакансии, проверяем их на соответствие работодателя тем требованиям, которые необходимы для подачи вакансий. И только после этого размещаем вакансии. Очень востребованный сайт, поэтому люди, как сейчас платят за коммуналку, не выходя из дома, так же они могут и найти работу, не выходя из дома, просто зайдя на этот сайт. Там простая регистрация идет, и можно просто поискать себе работу, ну, если вдруг задумался ее поменять. В начале сказали очень важную вещь, да, про то, что, собственно, весь этот момент работы центра занятости начался в 90-х годах, когда люди стали терять работу. Сейчас вот все-таки хотелось бы обратиться к моменту трудоустройства людей после окончания высших учебных заведений. Ведь человек изначально, когда выбирает профессию, ну, по крайней мере, он понимает, что она должна быть, наверное, востребована. То есть он пойдет учиться, пойдет работать после того, как закончит учебу и так далее. Вот наблюдаете ли вы, опять-таки, наверное, среди молодежи больше, насколько профессии, которые они получают, сегодня востребованы или не востребованы. И как они могут себя реализовать? Вот что делать молодому человеку без опыта работы, который закончил учебное заведение, но профессия, которого, допустим, ну, опять же, либо достается не просто так, да, попасть на нее не так-то легко. То есть что делать молодому человеку, который хочет трудоустроиться достойно, но при этом не имеет опыта работы? И какие профессии для молодежи сейчас, на ваш взгляд, перспективны, актуальны и доступны? У нас много лет в России ведутся разговоры о том, что у нас утерян институт связи предприятия и института, или любого учебного заведения. Даже я говорю и о средних специальных учебных заведениях. Разговоры ведутся, однако пока эта работа, ну, наверное, чем-то тормозится. И вузы, пользуясь этим, конечно, для того, чтобы заработать больше денег, привлечь больше студентов к себе, стараются учить на престижной профессии. А престижная профессия – это с точки зрения молодых людей. Конечно, много лет говорят о том, что вот у нас очень много менеджеров, юристов, экономистов, а никому они не нужны. Я не могу этого сказать, что они никому не нужны. Эти профессии до сих пор востребованы, включая и менеджеров. Вроде бы какая-то расплывчатая профессия, но она реальная и вполне осязаемая. Поэтому если человек знает, что такое менеджмент, он, собственно говоря, уже востребован. И если умеет работать в какой-то из области, это вдвойне хорошо. Поэтому эти профессии до сих пор востребованы. Однако я хочу отметить, что молодые люди тоже, получив профессию, пусть даже модную, думают, что он закончил институт, и его ждут с распростертыми объятиями на зарплату не менее 150 тысяч рублей. Может быть, кого-то и ждут, но далеко не у нас. Я все-таки рекомендую молодым людям, которые получили модную, престижную, но не совсем востребованную профессию, спуститься на землю и начать практически с нуля. Обратиться в те службы, которые платят небольшие зарплаты, но где они смогут получить опыт работы. А опыт сейчас очень востребованный. Поэтому не могу сказать, что молодежь не нужна. Она очень нужна, предприятия ждут, и они хотят готовых специалистов. Но вот дисбаланс этого рынка спроса и предложения о том, что есть такие молодые люди, которые хотят работать руководителями, менеджерами и так далее, а есть профессии, которые требуют ручного труда, вот этот момент у нас не просчитан еще и неосознан окончательно. Хотя, повторяю, разговоров очень много. Но все-таки в этом направлении, вот я хочу поблагодарить Челковский колледж в лице директора Нарсисян Флоры Владимировны, она очень плотно этим занимается. Сейчас вся их работа нацелена не только на набор новых студентов, но и трудоустройство выпускников. Ей большая благодарность, потому что по нашей статистике выпускников средних учебных заведений у нас становится меньше, потому что они находят работу еще в процессе обучения. И учебные заведения ищут предприятия такие. И высшие учебные заведения сейчас тоже этим занимаются. То есть они занимаются даже дуальным обучением. Это значит, когда студент еще учится, но уже работает. И в этом направлении у нас хорошие перспективы, и я надеюсь на него. Да, и надежда на то, что в колледжах действительно будут взращиваться кадры профессиональные, хорошие, средних профессий, таких очень нужных. Потому что не только высшее образование, но и среднеспециальное, оно порой играет важную роль, а потом в конце концов получить высшее образование, поняв, чем ты хочешь в жизни заниматься. Это, в общем-то, по-моему, уже какой-то проверенный даже вариант. Я так понимаю, что он был. И, наверное, можно взять его за основу. Все-таки человек иногда должен чему-то научиться осознанно, а потом уже понять, что нужно для того, чтобы усовершенствоваться в профессии. Наверное, вот это постепенное поднятие по лестнице, оно важно, чем вот эти скачки. Непонятно куда, непонятно сюда. Ну, тут, наверное, осознанность важна, и в том числе, наверное, со школьной скамьи, когда детям прививают любовь к труду, к каким-то профессиям. И дети понимают уже на этапе средней школы, что любая профессия, она требует подготовки и требует, в общем-то, постепенного набора опыта. Ну, а дальше уже достижения каких-то вершин. Ничего не приносится просто так, все трудом. Поэтому здесь очень важно, чтобы такие люди на местах уже это понимали и работали. Тоже профессионализм. Вот в этом плане, конечно, важно, чтобы человек, профессионал мог себя оценить по достоинству, ну, а с вашей стороны, конечно, предоставить ему рабочее место было бы совершенно замечательно. Как человек еще может обратиться в центр занятости? Вот вопрос. Я знаю, что с многофункциональным центром вы тоже взаимодействуете. То есть может быть человек в МФЦ, придя, узнать о вас и узнать, какие вакансии, потому что сегодня популярностью пользуются такие вот центры у людей. Да, я согласна. И очень удобная в некоторых моментах МФЦ. Но, к сожалению, не в нашем случае, вот я хочу сказать. Нет, у вас еще не стало. Мы через МФЦ имеем право предоставлять 10 видов наших услуг. И только две из них реальные. Ну, посудите сами. Вот человек может, придя в МФЦ, узнать, получить информацию о положении на рынке труда. А если он ляжет на диван и откроет портал «Работа в России», он тоже может узнать, какие вакансии сейчас востребованы. Для этого не обязательно ходить в МФЦ. И второй момент, вторую услугу, которую он может получить через МФЦ, это, значит, подать заявление на постановку на учет. Он может прийти, подать заявление в МФЦ. Это заявление принесут к нам, и мы его все равно вызовем на личный прием, чтобы он принес весь пакет документов в оригинале, чтобы встать на учет. Какой смысл идти в МФЦ, если можно прийти сразу в центр занятости? Остальные услуги, 8 штук, о которых я упомянула, они для безработных граждан. Ну, тоже понимаете, если человек встал на учет, является безработным гражданином, какой смысл ему идти в МФЦ, если он придет к нам в центр занятости, к инспектору, получит направление, предположим, на профессиональную ориентацию или на профессиональное обучение, сразу инспектор в одном кабинете и пойдет в соседний кабинет, а не пойдет в МФЦ за получением этой услуги. Поэтому на практике практически с МФЦ мы не работаем. Наша служба занятости имеет очень хорошую структуру, она продумана была законом о занятости. Если человек приходит к нам, он получает весь спектр услуг у нас. Но МФЦ здесь не совсем нужен, вот в нашем случае, потому что все равно идет индивидуальная личная работа. Без контакта с человеком, а не просто взять у него заявление, зафиксировать его и куда-то передать. Не получится у нас конкретной работы, которая нацелена именно на трудоустройство человека. Небольшую паузу сделаем, прервемся. О том, какие профессии наиболее востребованы и как найти работу в любом возрасте, поговорим после рекламы. Не уходите далеко. Возвращаемся в студию и продолжаем актуальный разговор с директором Щелковского центра занятости Еленой Кулехиной. Елена Вадимовна, вот все-таки вопрос очень важный для меня и, наверное, для тех людей, которые понимают, что такое, по сути, работа, что такое занятость. Человек, который все-таки нацелился на поиск работы, обратился к вам в службу занятости. Какой период дается вот этому человеку, чтобы найти работу? По душе, по желанию и по зарплате. Соответственно, давайте еще раз мы разъясним это. Сколько человек может находиться в этой зоне без работы? Ну, опять-таки, вернусь к своему основному закону, по которому мы работаем, по закону о занятости. Человек может находиться в статусе безработного гражданина сколь угодно долго. У нас несколько причин для снятия человека с учета. Это его трудоустройство. Это признание его нетрудоспособным. Человек занял какую-то выборную должность. И, не дай бог, конечно, человек умер. Или он написал заявление и отказался от услуг службы занятости. Это тоже очень частный момент. В любых других случаях мы не снимаем человека с учета, пока он ходит к нам на перерегистрацию. Вот если он пропустит... Человек должен прийти два раза в месяц к нам. Если он пропустит одну, вторую регистрацию и более месяца не будет появляться, не отвечать на звонки, и мы таких людей обязательно вызваниваем, интересуемся, по какой причине он перестал к нам приходить, мы его снимаем с учета, как длительно не явившегося на перерегистрацию. Вот такие причины могут быть для снятия с учета. А если человек активно ищет работу, он может находиться, повторяю, на учете сколь угодно долго. К сожалению, пособие у нас платится недолго. Я уже говорила о том, что длительно неработающие граждане, которые получают пособие полторы тысячи рублей, могут его получать только три месяца. И то при условии, если он не нарушил никакие наши правила перерегистрации. Если человек получает максимальное пособие 8 тысяч рублей, то он его будет получать в течение полугода. И опять-таки льгота предпенсионникам, они, если будут искать работу длительный период, будут получать пособие в течение года. Вот такие случаи. А снять с учета мы имеем право только по тем основаниям, которым я перечислила. Со скольки лет встают люди к вам в Центр занятости? Если гражданин не работает, не учится и не имеет никакого дохода, он может прийти и встать на учет в Центр занятости с 16 лет. И безработно мы его признаем. И будем ему активно искать работу или предлагать получить новую профессию. Но верхний порог – это пенсионный возраст. Человек, ушедший на пенсию, в том числе и досрочную пенсию или льготную, он перестает быть безработным, потому что имеет дополнительный доход. Занятость подростковая – тоже сегодня такой вопрос. Потому что вижу на улицах иногда ребята подрабатывают, и раздают флайеры, и раздают какие-то листовки. И в том числе я понимаю, что у нас есть трудоустройство официальное на летний период, то есть это сезонный. Сегодня, как с этим делом, стоят такие вакансии, куда устраиваете нашу молодежь на вот этот период? – Хочу отметить, что временное трудоустройство подростков мы проводим только в определенном возрасте – от 14 до 18 лет. Дети имеют право по трудовому кодексу работать с 14 лет при согласии опеки и родителей. С 15 лет уже не нужно согласия, он может сам работать. Другое дело, что у них разные графики рабочие, и определенное время тоже рассчитывается, когда ребенок может работать. И трудоустраиваем мы подростков отнюдь не только в летний период, хотя они с удовольствием идут летом работать, и самый большой поток ребят летом. Мы занимаемся трудоустройством круглогодично. Вот в марте у нас первые порядка 20 детей уже пошли работать. Работают они в свободное от учебы время. Хочу отметить, что ребята, которые бросили школу или бросили колледж, не хотят учиться. Они могут прийти к нам, встать на учет в качестве безработного, но в этой программе они принять участие не могут. То есть ребенок должен быть занят. Учиться либо в школе, либо в колледже, или в институте. И подрабатывать. Либо в свободное от основного учебы время, либо в период летних каникул. То есть все-таки образование ребенок должен все равно получить. Да, он должен быть учащимся. Это вот главное требование. Это в свободное от учебы время называется программа. Ребята работают, как правило, месяц, два, три, насколько позволяет бюджет района их трудоустроить и заплатить им зарплату. В основном все ребята у нас трудоустраиваются через наш клуб «Ровесник», где есть отдел по трудоустройству. Туда они обращаются и заполняют необходимые бумаги и трудоустраиваются. Но сложности у нас состоят в том, что ребят очень много желающих. И не всегда мы можем всем помочь. Хотя в прошлом году у нас более 800 ребят нашли работу, а точнее 872 ребенка трудоустроились. Причем здесь центр занятости. Конечно, мы работаем плотно с клубом «Ровесник». Они создают рабочие места для ребят. Как правило, они называются подсобные рабочие. Потому что, сами понимаете, ребята у нас не имеют квалификации и работают на временных работах, помогая в школах, в детских садах, в лагерях летних помощниками вожатых работают. Или просто помогают наводить чистоту в нашем городском округе. В основном вот такой работой занимаются ребята. Опять-таки, и листовки раздают, и красят, и бордюры, и то, что им поручает руководство, то они и делают. Ребята работают с удовольствием. Программа замечательная, потому что она помогает нам убрать ребят с улицы, занять их делом и иметь свою копеечку. А копеечка тут неплохая, надо сказать. У нас сейчас минимальный размер оплаты труда в Московской области 15 тысяч. Ребята в летний период у нас работают не полные рабочие дни, не 6 часов, как им положено многим из 16-17 лет, чуть меньше. И получают зарплату в размерах 10 тысяч рублей примерно. А в свободное от учебы время их рабочие дни составляют 2,5 часа. Естественно, и зарплата поменьше. Но Центр занятий в любом случае производит доплату, так называемую материальную поддержку работающим ребятам. Она составляет полтора размера, минимального размера пособия, а именно 2250 рублей за полный месяц работы. То есть зарплата плюс наша материальная поддержка – это то, что ребенок получит, если он трудоустроится либо в свободное от учебы время, либо в период летних каникул. Ну, хорошая эта поддержка. И плюс, когда ребенок понимает, что труд, нужно работать, и, может быть, даже в последующем будущем он и в профессиональном плане определится, мне кажется, это хорошее такое подспорье и хороший проект. Кстати, про проекты, в нацпроекты я понимаю, тоже вы работаете в направлении предоставления, скажем так, переквалификации кадров. Да, то есть сегодня в этом плане тоже взаимодействуете, что помогаете людям, в том числе предпенсионного возраста, получить еще одну профессию, освоить что-то новое, устроиться в последующем на работу. Как это происходит и что делать человеку, если действительно он или его профессия стала неактуальной, или что-то произошло, и ему нужно все-таки работать дальше? В нацпроекты мы вошли в прошлом году. Нацпроект заключался в том, что людям предпенсионного возраста предлагалось получить дополнительную профессию или повысить квалификацию по своей профессии для повышения своего престижа, либо на своем рабочем месте, либо при изменении каких-то рабочих условий, если человек уйдет со своего места работы, и для этого мы и предлагали ему получить дополнительную профессию. В этом нацпроекте в прошлом году у нас участвовали 144 человека. Повторяю, это граждане предпенсионного возраста, а именно те люди, которым до пенсии осталось 5 лет и меньше. Любой человек за 5 лет до пенсии и при наступлении пенсии мог воспользоваться нашими услугами. В чем заключалось это обучение? Мы опять-таки проводили конкурсные процедуры, выбирали учебные заведения, и люди шли обучаться на профессии, которые либо мы предлагали им, либо они сами хотели. Но в прошлом году мы очень хорошо нашли вот такую нишу для людей. Мы научили всех желающих работать в программе 1С предприятия. Это очень обширная программа, и знание ее помогает очень многим людям. Поэтому у нас с удовольствием все отучились, получили документы об образовании. И в основном все продолжили работать по своей профессии, имея в запасе дополнительную. В этом году нацпроект расширился. И в этом нацпроекте теперь принимают участие все граждане в возрасте от 50 лет и старше, включая пенсионеров. Теперь и пенсионеры могут отучиться, причем в том числе работающие пенсионеры. То есть, если человек вышел на пенсию, он может еще раз переучиться? Да. Но при условии, что он в течение года трудоустроится. То есть просто так получить профессию и опять продолжать заниматься на своем приусадебном участке выращивания цветов, получив профессию флориста, у него не получится. Мы обязательно должны или ему помочь, или он сам должен найти себе рабочее место. Или, опять-таки, работая на предприятии, не секрет, что у нас много пенсионеров работают, они могут получить профессию и продолжать работать на своем предприятии. То есть, если какая-то женщина или мужчина вышли уже на пенсию, и вдруг, посмотрев программу, не знаю, по какому-то действительно дизайну или составлению меню диетического, он вдруг решил выучиться на повара, он может пойти и, в общем-то, отучившись и через год устроиться на работу заново? В течение года. В течение года. Да. Именно так. Именно так эта программа и работает. Я еще хочу обратить внимание, что программа расширилась и стала более широкой. То есть 50 плюс и до бесконечности было бы желание у человека учиться. Но еще сюда попали и те граждане, которые имеют льготную пенсию. То есть, если человеку нет 50, но он является предпенсионником по закону о пенсиях, он тоже может отучиться в этой программе и не ждать, пока ему исполнится 50 лет. То есть гражданин предпенсионного возраста и граждане от 50 и старше. То есть очень расширилась категория тех людей, которые могут воспользоваться данной программой. Другое дело, что у нас небольшие цифры по выполнению этой программы. В этом году мы должны отучить 69 человек всего. То есть кто успеет, тот успеет. Ну и опять-таки конкурентные процедуры наши. Тоже мы проводим конкурсы для того, чтобы людей обучить на те профессии, которые нужны. Но еще хочу отметить, что в этот нацпроект еще вошли и первый раз вошли в этом году. Это наши мамочки. Это женщины, которые имеют детей до 3 лет и находятся в декретном отпуске. Мы их учили всегда, но в этом году их исключили из наших программ занятости и включили в нацпроект. И расширили категорию мам. То есть если у нас учились только мамы, находящиеся в декретном отпуске и находящиеся в трудовых отношениях с работодателем, то теперь к ним присоединяются мамы, у кого детям дошкольного возраста, им может 7 лет исполниться, но они еще не пошли в школу. То есть условно говоря, детям до 7 лет. Эти мамы тоже могут пойти учиться. Но тоже обращаю внимание, что мамы не просто захотели отучиться и опять продолжают воспитывать детей. Они должны в течение года трудоустроиться. Однако, опять-таки, хочу обратить внимание телезрителей. Очень интересный момент. В этом нацпроекте работаем не только мы, но и наши учебные заведения, в частности, Щелковский колледж. Они работают по программе WorldSkills. Если вы слышали об этом, то они могут обучить на 11 профессий, которые, компетенций, которые они выиграли в результате конкурсных процедур. И там уже нет условий о том, что они должны трудоустроить людей в течение года. Туда могут пойти люди, которые просто желают получить профессию для души. Как говорится. Вот ландшафтные дизайны, флористы у нас много таких ребят. Или повара-кондитеры. Пожалуйста. Можно обратиться и к ним. В Щелковский колледж. Они всегда на связи. И сайт у них есть, и телефоны есть. И обучиться профессиям, не ставя перед собой задачи трудоустройства. Хотя, конечно, правительство нацелено на то, чтобы людям дать возможность получить профессии для работы. В первую очередь для работы, а не для души. Вот этот нацпроект именно на это и нацелен. Вы сейчас затронули тему мамочек. У нас, говорю, роскошный декрет. Три года. Можно посидеть спокойно с ребенком. И я думаю, у некоторых мамочек невольно возникает желание пойти в педагогику, в психологию. Потому что, сидя со своим ребенком, порой понимаешь, что, собственно, является собой воспитание. Поэтому, да, наверное, здесь очень важно, чтобы человек сам в каком-то процессе себя понимал. И понимал, что ему интересно, что ему нужно. Потому что любая работа, она, собственно говоря, достигает, в любой работе достигает результатов, когда работа тебе нравится, когда ты от нее получаешь удовольствие, когда ты в ней реализуешься. Здесь это тоже важно. Вот я так понимаю, что люди, которые приходят в центр занятости, да, многие, может быть, даже не могут себя порой найти. Вот они понимают, что им нужна работа. А какая работа им нужна, да, они, наверное, где-то в глубине души иногда даже не понимают. И потом все-таки мы, опять же, эту тему, хочу ее затронуть и вернуться к ней. Востребованные профессии. Потому что, знаете, вот иногда я задаю, когда где-то бываю, какая профессия в какой стране востребована. Я понимаю, что вот самая такая вершина – это IT-технологии. Сегодня они впереди планеты все. Сегодня люди, владеющие вот технической базой, технической основой, да, особенно вот в современном программировании и так далее, они занимают такие ведущие роли, они нужны компании, но в то же время и нужны профессии разные и другие. А в Центр занятости, как вы наблюдаете тенденцию, за какими профессиями приходят и кто приходит? Приходят, конечно, многие жители. И опять-таки, возвращаясь к спросу и предложению, не всегда мы можем удовлетворить их желания. Сейчас в базе Центра занятости, ну, наверное, не ошибусь, если скажу, что 60% вакансий – это вакансии медицинского персонала. Бесконечно требуются врачи и другой медперсонал. Ну, сейчас и молодежь-то нацелилась в эти институты, учебные заведения, поэтому, боюсь, потом будет у нас переизбыток такой рабочей силы. Но пока ее катастрофически не хватает. И все вакансии, все больницы у нас на связи, потому что требуются, требуются и требуются врачи, медсестры и другой медперсонал. Из других профессий востребованы инженеры узких специализаций, как вы говорили, и IT-технологии, и машиностроение, и космическая промышленность, тем более у нас тут находятся рядом предприятия, на которых требуются такие специалисты. Поэтому инженеры различных технических специальностей очень востребованы. Но, как я говорила, что таких профессий и специальностей у нас всего 20%. 80% – это, конечно, рабочие руки. И я хочу сказать, что люди иногда, приходя к нам, мы обязательно проводим профориенционные мероприятия, обязательно для желающих проводим профтестирование, для того, чтобы человек понял, куда он попал, и как ему лучше поступить в дальнейшем, потеряв работу. И далеко не всегда случается такое, что человек опять-таки идет, повышает квалификацию по своей профессии, пытается найти работу. Многие решаются на кардинальную смену. И не только с белого воротничка на белый, а с белого на синий. У нас многие инженеры или специалисты гуманитарных наук получают профессии поваров, швей, даже слесарей, сантехников. И то такие есть ребята, которые хотят получать хорошую зарплату, которым надо содержать семью, и которые считают, что ему никогда не будет лишним иметь такую профессию. Поэтому в каждом конкретном случае, конечно, идет индивидуальный подбор, индивидуальных вакансий, мы не зацикливаемся на наших вакансиях, мы предлагаем искать и самим активно, предлагаем планы самопоиска, сами пытаемся, да, сучаться до работодателей, у которых есть потенциальные возможности трудоустроить таких людей. То есть мы проводим целый комплекс мер, для того, чтобы максимально помочь человеку. Куда прийти? Скажите адрес. Наш центр занятости находится в городском округе Щелково, город Щелково, 1-й советский переулок, дом 26. У нас есть два филиала. Один находится в городе Лосино-Петровский, по адресу улица Пушкина, дом 13, квартира 8. Там у нас находится отдел трудоустройства. И второй филиал, это отдел трудоустройства в поселке Фрянова, улица Текстильщиков, дом 4. На всякий случай режим работы, он не совпадает с соцзащитой и с МФЦ. Мы работаем сейчас с понедельника по четверг с 9 до 17 прием населения у нас, в пятницу с 9 до 15.45. В выходные не работаем. Ну что ж, я благодарю вас. Очень важный и полезный эфир. И как всегда, заканчивая словами великих, хочется, наверное, завершить наш эфир, что учиться, учиться, учиться. И любой труд почетен и необходим. Поэтому благодарю вас за вашу работу, за то, что ваш центр помогает людям. И люди находят себе работу, и находят себя во многом. Поэтому успехов вам в вашей работе. Ну и я надеюсь, что все у вас, и, собственно, у наших жителей, которые хотят найти работу, будет хорошо. Спасибо вам огромное. Спасибо, Лилия. Всего вам доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова